Доброе утро, друзья! Друзья, еду в лес и тут я вижу вот такое прекрасное скошенное поле, а это скошенное поле находится на берегу оврага. На этом овраге, на основном, я уже был, но ничего здесь не было, а вот это его край, то есть вот отрожек идет, он достаточно большой. Вот здесь вот поле и на той стороне тоже поле. Сейчас хочу пробежаться чуть-чуть вот здесь, послушать, может быть что-то и здесь есть, и сходить на то поле. Может быть там что-то было, там как раз вот место достаточно интересное с точки зрения рельефа. По карте там ничего нету и поле такое тоже ничего не обещает, но на всякий случай проверить-то можно. Время у меня сегодня много, так что разведка так разведка. Потом по плану у меня заехать в одну деревню, там барский дом стоял. Это когда в прошлый раз я ездил вот в лес, грибников встретил, и они удивились то, что я нахожусь в этом лесу, а не в том, где барский дом. Вот сейчас я как раз после этого поля заеду туда в барский дом, а потом уже тихо, мирно пойду в лес. Смотрим. С другой стороны к нужной мне деревне, где барский дом, мне тоже не проехать. С одной стороны речка, с другой стороны вот это. А мне вон туда, вот в эту вот просеку, вот эту вот расщелину, и за ней еще километра три, наверное. Пешком я туда тоже не пройду, слишком далеко. Ладно, тогда придется по старому маршруту просто идти в лес. Вот я добрался наконец-то до нужного мне отрожка. Я начал сначала его, прям где он самый маленький, где он только начинается. И спустя, наверное, 200 метров, он уже превратился вот в это. Высота, наверное, ну метров пять, наверное, точно есть. И внизу вода. Он втекает в более крупный овраг. И хочу сейчас посмотреть место слияния вот этого и более крупного. Потом пойду по более крупному, который втекает в речку. Пройти по речке. И еще по одному отрожку, который предположительно подходит к дому лесника. Вот по Шуберту, он как раз находится вот на, практически на мысу. И около мыса дорога проходила имперская по Шуберту. Вот, а потом обратно по этой дороге я должен вернуться. Но пока что ни сигналов, ничего не было. Лес абсолютно стерилен. Хотя вот есть такие напоминания, вот как вот напротив меня. Что-то типа впадинки от родника. Вот если вы видите, вот берег, берег, а вот посередине впадинка. Вот это похоже от какого-то родника или какой-то ручеек. Вот там вон, на конце этого ручейка могла быть поселушка. Но сейчас ее очень сложно найти. И таких родников здесь тьма тьмущая. Поэтому я иду дальше. Так, вот прям у самого края, почти сверху, лежит вот такая вот чернинка. Кованая, толстая. Похож на нож нашего периода, который мы и ищем. Хороший знак. Значит, где-то недалеко что-то было. И нам это надо найти. Вот посмотрите, какое идеальное место. Вот сам ручей. А вот там вон, верх оврага. И вот это вот, сколько здесь метров? Сорок. И они плавные. Наверху я нашел еще один нож и один гвоздь. Сигналов больше нет, керамики нет, ничего нет. Но место вот прям вот идеальное. А вон там, вон уже резкий склон. И идет как раз вот изгибчик. Изгиб идет. Я посмотрю, покружусь еще здесь. Внизу сигналов нет. Наверху, я уже сказал, пару ножей и гвоздь. Ну, короче, нашел я. Ну, короче, я нашел как раз стык между речкой и отрожком. Здесь в имперское время, наверное, стояла ну, не переправа, где лошадей меняют и переобывают. очень много подкованных гвоздей. А вот именно здесь она стояла. Кирпич, черная земля. Вот как раз вот фундамент этого здания. цветных сигналов я пока не вижу. Сейчас еще немножечко посмотрю, покружусь. Черноты много, но цвета пока я не слышу. Капков. Ну, вот кто-то что-то пытался. И еще парочку капков я увидел. И дождь еще какой-то начался. Выезжал. Все было тихо и светло. А сейчас дождик пошел. Вот как-то так вот. Вот такое вот местечко. Печально, что не поселушка. Ладно, ищу цвет. Дождь вносит свои коррективы. То он усиливается, то он ослабляется. Ну, ладно. У меня первая находка, первая монетка. Не знаю, что это. Чего? пылин. 50 рублей. 90, какой? 93 год. да не за этим я шел а сигнал такой хороший был я аж подпрыгнул тишина спокойствие иду задумался тут хлобысь вот такая 93 год ладно и 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 вот друзья пришел я к реке Вон она там внизу журчит. Я сейчас вдоль нее метров 500-700. И овраг идет вглубь леса, в сторону машины. Дохожу до него, и все. Селов больше нету. По треку на данный момент уже 7-800. Обратно дойду. И это еще километров 5, наверное. И поеду обратно. Если встречу интересное поле, то на поле я высужусь. Но если нет, то поеду уж домой. С находками пока что вы сами все видите. Места интересные есть. Лес тоже достаточно чистый, простой. Есть, конечно, завалы, но обойти это несложно и можно. Сейчас 2 минуты отдыхаю, пою воду и иду дальше. Смотрите, друзья, какой красавец. Кованый, толстый, большой. Иду вот по оврагу уже в сторону. Ну так уже от реки. И вот такой вот он мне попался. Очень резко. Это он потеряшка или он к чему-то относится, мне вот интересно. Сейчас пойду дальше и все будет понятно. Откуда он и чего здесь. Ну вот и все, друзья. Экспедиция на сегодня окончена. По треку прошел 9.47. Находки вы видели. Все плохо. Сейчас на обратном пути. Если увижу какое-нибудь красивое поле, скошенное, перепаханное, я еще там на часочек останусь, если что включусь. Если не включился, тогда до новых встреч на полях, в лесах, на речках и оврагах. Смотрите ссылки в описании. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok